Доброго всем времени! Приветствую на пятой лекции вторая часть нашего курса критическое мышление на каждый день просто, научно и полезно. Я напомню вам, что цель нашего курса совершить увлекательное, интересное и полное открытие путешествия в страну критического мышления. Мы с вами уже это путешествие начали, поговорили о наивном реализме, о здравом смысле и начали говорить о интуиции. Сегодня мы продолжим говорить о интуиции. Итак, структура курса для тех, кто недавно к нам присоединился. Несколько десятков видеоуроков находятся на портале YouTube. Слайды доступны на портале Slideshare. Вы можете скачивать, смотреть параллельно видео или в той форме, какой вам удобно. Итак, давайте повторим то, что мы видели, о чем мы говорили на последних лекциях. Мы сказали, что можно полагать на интуицию, на здравый смысл, на житейскую мудрость в большинстве ситуаций. Но иногда они нас подводят, и это происходит по ряду причин. В том числе, например, наивный реализм ошибается из-за того, что мир иногда не такой, каким мы его видим, каким мы его воспринимаем. А кроме этого, иногда окружающие нас миры, законы природы настолько сложны, что подумать о них или прикинуть, как бы, то, что они сейчас существуют, только благодаря наивному реализму или на житейской мудрости просто невозможно. Мы видели один из этих примеров. Ученые доказали, что, например, голубей можно учить, различать картины разных художников или музыку разных музыкантов. Достаточно такой неожиданный. Мы с вами сказали и подтвердили слова Вольтера, что иногда здравый смысл не совсем здравый. Здравый смысл – хорошая вещь. В большинстве ситуаций на них полагаться можно, но не всегда. Так же, как и мудрость пословий. Для многих ситуаций, для многих событий можно найти пословицы, подтверждающие это событие и неопровергающие. «Расстояние разжигает огонь людей», «Расстояние убивает огонь». Две пословицы, которые говорят совершенно безусловно. Поэтому, чтобы восстановить свою позицию в споре и в компоматическом выводе, использовать пословицу, как правило, не висит. Мы начали с вами говорить о интуиции, о быстром мышлении, без какого-то размышления, просто раз и побежали. Мы в основном на прошлом занятии говорили о слабых сторонах интуиции, о том, когда интуиция нас обманывает, когда благодаря ей мы ошибаемся. Сегодня мы больше поговорим о сильных, или, можно сказать, о невероятных условностях интуиции. Итак, давайте приступим. Ну, прежде всего, такое общее замечание. Наша интуиция помогает нам в огромном количестве ситуаций, есть множество примеров, да, можно сказать, бесконечно множество. По всей этой, конечно же, поговорить мы не можем, даже по большей части интуиции мы не можем. Но есть замечательная книжка, доступная на Амазоне, как вы можете видеть, она стоит достаточно недорого, она тоже не на английском, но, тем не менее, у кого есть возможность, можете почитать, да, здесь описано множество примеров для мнения интуиции, да. Помимо этой книжки, конечно же, книга профессора Дэвида Майерса, в которой вы также можете познакомиться с невероятными способностями нашей. А сегодня с некоторыми примерами, когда интуиция нам помогает, мы сейчас с вами о них поговорим более подробно. Итак, давайте приступим. Например, как показали исследования, большинству людей достаточно посмотреть короткие видеофрагменты, порядка пяти секунд, чтобы понять, стоит ли доверять человеку на видео или не стоит. Незнакомый человек, обратите внимание, всего лишь несколько секунд, и уже, чтобы понять, насколько человек достоин доверия, этого бывает достаточно, чтобы степень, удача, степень того, насколько человек разобрал с психопатом, перед ними или не психопат, была больше, вероятность удачи была больше, чем при случайном угадке. Более подробно можете прочитать про это исследование, его провело несколько человек, в том числе, упомянутые только что, и ленты. Да, исследование называется «Тетельным психопатием фронрислайселопихем». То есть, как обнаружить психопатию по поведению по небольшим видеофрагментам. Про психопатию мы сегодня поговорим чуть позже, когда будем в уголке библиофии. Итак, давайте продолжим. Еще один пример невероятной инфекции. Чтение тонких срезов. Например, посмотрев 30-секундный ролик, который показывали, как преподаватель ведет свою лекцию, студенты очень хорошо могли оценить качество преподавания в процессе семестра, который еще только начинался. То есть, вначале студенты в этом эксперименте показывали ролик, ну, а не 30 секунд, те преподаватели там чуть-чуть здоровался, чуть-чуть в лекцию. И на основании этого студенты достаточно хорошо могли предугадать, какую оценку за преподавание получит этот преподаватель в процессе семи. Что это как не интуиция, да? Незнакомый человек, незнакомая ситуация, всего лишь 30 секунд. Но, тем не менее, уже этого было достаточно, чтобы намного более, больше вероятности, чем случайный указин, предугадать, какую оценку получит преподаватель. Помимо прочего, помимо того, что мы сказали, интуиция помогает генерировать ученым идеи для новых исследований. Разумеется, да? Накапливаются данные, ученые проводят эксперименты, размышляют, в лаборатории, попутят на работу, и постепенно, благодаря своей интуиции, формулируют гипотезы, которые потом опровергают или проверяют. Более подробно про это можете почитать «How common sense, psychology, and from law, and psychological, и все». Тоже достаточно интересные исследования. Еще один пример невероятных способностей нашей интуиции это способность узнавать и распознавать яйца очень быстро. Очень часто вы наверняка замечали, да, и видели такой феномен. Достаточно посмотреть на какую-то кучу людей, так, легко пробежать по ней глазами. Если там есть кто-то знакомый, вы можете очень часто это сразу замечать. «О, там, это мой друг, я его давно не видел». «Моя тетя, моя бабушка» и так далее. Происходит это, как правило, очень-очень быстро. Может быть, это еще не кажется вам удивительным, но если подумать, как происходит процесс узнавания яйца, да, как работает, например, компьютерный программ, который узнает яйца, то, на самом деле, то, что это происходит и очень быстро, и без нашего осознанного вмешательства, это удивительно. Давайте поговорим про это более подробно. Итак, нервные импульсы, которые путешествуют в нашей голове, да, они намного медленнее тех сообщений, которые пересылаются в компьютере. Однако, сегодня наш мозг произойдет любой из самых быстрых компьютеров способности узнавания. А что еще более удивительное, мы сейчас посмотрим, и покажем вкратце о путях, по которым идет зрительный импульс, и вы увидите, насколько все сложно устроено в нашем мозгу, и тем не менее, очень быстро мы способны увидеть, например, в клубе, знакомый узнать его, обратить на него к ним. И это, кажется, достаточно интеронентно. Ну, итак, давайте посмотрим. Я сейчас очень кратко пробегусь по физиологии зрения, опять же, без деталей, но этого будет достаточно, чтобы понять, насколько все сложно устроено, и насколько удивительно, что мы так быстро можем узнавать лица. Не только мы, но даже, в общем-то, уже и маленький день, меньше, чем год, даже младенцы могут в четной степени узнавать лица. Это удивительно. Итак, давайте посмотрим. Ну, как вы знаете, изображение попадает на сетчатку, и по зрительным путям достигает хиазм, там она частично перекрещивается и попадает в латеральное коленчатое тело. Чем лучше. Здесь уже происходит много интересного. Во-первых, латеральное количество коленчатое тело, вот оно в таком схематическом рисунке, в нем 6 уровней. То есть, есть слева латеральное коленчатое тело, есть право, да, и каждый из них состоит из 6 уровней. И эти уровни делятся по виду клеток, в которых в них превалируют. Есть магноваскулярные уровни, есть парвоваскулярные, есть даже коневаскулярные. Так вот, уже на этом уровне происходят определенные упорядоченные зрительные информации, которые, кроме того, прочее, еще и топологические. Из латеральных коленчатых тел, как мы видели, часть информации спускается в древние структуры, в верхние хомики, в серафоме, в супериоскалипулы, и они ответственны, например, за моргание глаза, за рефлексы глаз, и в том числе они частично связаны, мы с вами про это уже говорили, со свепым зрением. Большая же часть информации идет в главную зрительную кору, то есть из латеральной коленчатых тел, большая часть информации идет в главную зрительную кору и попадает в шкорную бороду, в ссылки, в сон и в путь. Причем, обратите внимание, мы говорим о главных путях, но обычно все эти пути они в обе стороны, просто в одну сторону идет больше, в другую меньше. Ну, итак, давайте посмотрим. Так, более увеличим рисунок. Итак, смотрите, из сетчатки попадает в латеральное коленчатое тело, часть информации, как мы сказали, идет в верхнюю полную, чистое полную, а большая часть информации попадает в шкорную бороду, в гравную зрительную породу, в зону V1. И там начинается много-много сложного, много-много интересного. Из зоны V1 часть информации попадает в зону V2, часть V3, часть V4. Есть еще много других зон, которые здесь не изображены. Часть зон больше, соответственно, за восприятие цвета, часть за восприятие движения, часть за восприятие, например, в зоне V1 горизонтальных, вертикальных и наклонных полосок, часть за другой. И посмотрите, как сложно устроена расприятная информация. Она идет в обе стороны, она перекликается с одной в другую. В конце концов, часть информации должна сонтегироваться. Есть одна часть мозга больше до восприятия цвета, вторая за восприятие движения, в итоге мы же видим целое мы видим объект как целое мы не видим объект как составляющий состоящий из его цвета, границ формы и так далее, мы видим объект целый то есть в итоге еще вся эта информация где-то должна идти и часть информации из этой схемы попадает в правую ветеринаобразную измеренную которая ответственна за распознавание и распознавание именно в правую по большей среде не влияет и так смотрите, несмотря на такой сложный процесс мы видели его очень-очень схематично очень-очень частично я надеюсь вы уже поняли, насколько он сложный несмотря на то, что скорость прохождения сигнала намного медленнее, чем скорость, например, обработки информации в компьютере несмотря на то, мы узнаем и распознаем лица очень-очень быстро подчас неосознанно, разумеется, неосознанно мы можем пробежаться по толпе глазами и сказать ой, там кто-то знакомый сконцентрировал на него внимание и увидеть, да, точно это друг, которого мы не видели несколько лет что это, как мне, одно из удивительных да, удивительных сторон нашей интуиции быстрого знания, без какого-то внимания без размышления очень сложно и очень интересно и потрясающих на мой взгляд есть небольшой урок про латеральное коленчатое тело про его уровни, как происходит порядочная информация он доступен на YouTube кому интересно, можете с ним ознакомиться мы с вами выходим на перемену и после перемены продолжим спасибо за просмотр! Продолжение следует...